Он вспоминает, как с тревогой и нетерпением вглядывался в небо, ждал возвращения летчиков. Такая на войне судьба у механика. Александр Станиславский рассказывает о своей жизни иркутским школьникам. И о том, как готовил к вылету самолет Василия Сталина, и о том, как на их аэродром напала фашистская авиация. 21 самолет сразу сожгли. Это новенькие самолеты. И много самолетов искалеченных было. Ну что я должен сказать. Мне повезло страшно в этом отношении. Под бомбежку я не попал. Семь человек мы сразу похоронили. И много осталось раненых. Службу начал в 1943-м, когда ему было 18 лет. Однажды пришлось буквально за одну ночь заменить неисправный авиадвигатель. Штурмовик Ил-2, молодой техник, мог собрать с закрытыми глазами. Но старые фотографии хранят память не только о военном времени. Захватывающую историю жизни ветерана в рамках проекта «Память жива» рассказывают на выставке в усадьбе Сукачева. Открыты в Иркутске и художественные выставки. В галерее современного искусства продолжают показывать акварели народного художника России Виталия Смагина. Сложно представить, что создал их известный монументалист, автор мемориального комплекса «Вечный огонь» в Иркутске, чьи живописные работы хранятся в музеях по всей стране. Большую часть этих акварелей иркутяне еще не видели. Работы много лет хранились в кабинете мастера. Такие своеобразные окна, двери в мир духовный, в мир метафизический. Насколько широк на самом деле его диапазон и творческий, и философский. Вот такие проекты позволяют обогатить свое представление о современном искусстве. Арт-галерея в 130-м квартале на время стала страной чудес. Петербургская художница Наташа Шалина представляет свой ностальгический взгляд на детство. Интуитивно ее работы зритель соотнесет, конечно, с Алисой в стране чудес. Здесь тоже возможно все, и перемещение во времени, и искусство без границ. Например, картины на фрагментах старой мебели, фанере и досках. Экспозиция состоит из двух частей – живописи и предметов. Это все есть у нас в таких представленных чемоданчиках. Сам чемоданчик – это, естественно, винтажная вещь. Здесь представлены столы, также винтажные салфетки. То есть, естественно, это тоже все 50-е, 60-е годы. Люди, те, которые приходят к нам, посетители на выставку, они сами даже говорят, господи, это все мы видели. То есть мы играли вот такими игрушками, мы играли, мы видели вот эти вот салфетки. У нас были вот эти вот деревянные чемоданы. Но даже в стране чудес никуда не деться от легкой грусти по давно ушедшему и неповторимому. Выставка Наташи Шалиной, играя в Wonderland, открыта до 2 мая.